слава богу слава иисусу христу навеки слава богу святому мы сейчас пастору владимиром будем едем сейчас покрыть по мкаду до пробки такой как бы да и я значит хочу как раз продолжить этот цикл дорожные беседы и сейчас остается уже немного времени до начала собора преображенского собора этого года уже 19 года вот воскресенье напоминаю 18 августа в киеве мы проводим собор поэтому кто если еще не определился будет не будет то я просто убеждаю вас приехать на собор вот если имеете возможность ну а если не будет возможности то когда тогда уже в записи посмотрите или но в трансляции допустим можете подключаться с 9 утра нас там как россии служение и собор будет до этого воскресенье 18 августа всего девятнадцатого года вот и темой будет как раз вот преображение ну праздник преображения господня 19 августа в традиции православной греко-католической протестантских церквях во многих празднуется праздник преображения господа бога и спаса нашего иисуса христа так называется в календаре церковном этот праздник вот и там несколько тем опозначил я в рассылке если вы получили или или если не получили то зайдите в мой блог архиепископ сергей жуалев блог этот и там как раз эти темы уже есть опубликованы темы посвящены как раз преображение преображение каждого верующего преображение жизни верующего человека вот то есть даже не столько прямо о преображении господа будем говорить надо значит на этом соборе сока преображение нашим каждого верующего о преображении семей наших домов наших до преображение общин церквей вот ну и вообще там конфессии, динаминации, там ветвей христианства различных. Об этом будем молиться тоже. Вот. И, конечно, преображение всего христианства. Всей церкви, вкупе, в целом. Вот. И, ну, опять-таки, с самого начала, получается, будем говорить, я буду говорить об этом, и наши братья будут об этом говорить, именно о личном преображении. Потому что все все равно упирается в личностное такое преображение, в личностную жизнь христианина. Потому что, даже если говорить, там, допустим, о молитве, там, общественной, коллективной молитве, вот, да, об этом, в принципе, довольно просто говорить. Но всегда самые такие важные и сложные темы – это личная молитва, индивидуальное общение с Господом. И я всегда это рисую, знаете, как вот, ну, в школах библейских и отрисую, как вот, айсберг. Даже такое слайд-шоу сделал, такое скачал с интернета, там, такую картинку красивую, айсберг. Вот. Там огромная такая глыба льда, значит, и она под темной водой. Вот. А наверху такая блистающая вершинка. Вот. Она небольшая. Она тоже большая, конечно, для нас, но она очень маленькая в сравнении со всей этой основной глыбой, которая под водой. И вот я подписал тоже там как раз, надо, кстати, в рассылку тоже это обязательно упомянуть, слушайте, забыл я вот об этом. Вот. С этой картинкой прям. Что насчет вот эта глыба, основная, которая под водой, как бы невидимой, да, это вот индивидуальное, личное, вот наше преображение, да, познание Бога, вот именно молитва, личная молитва, индивидуальная молитва. Вот. А то, что вершина айсберга наверху блистающая, это как общественная, коллективная, общая молитва. Вот. Так что я эти айсберги только один раз в жизни видел. Вот. Но впечатление было, конечно, очень огромное. Вот. И это на севере было. Вот. Эти льдины, они, конечно, значит, завораживают прям зрелище, конечно. Ну, для меня как-то, тем более, впервые-то все. Вот. Прям острова, огромные острова, только льда. Блистающая. А еще такое солнечное было. Солнечная погода такая была. А вода почему-то прям показалась черно-черной. Это был Атлантический океан уже. Вот. И прям показалась нам именно черной водой. Вот. И и блистающие вот эти вершины айсберга. А знаете, еще дух захватывает, я себя поймал на том, что как раз дух захватывает от того, что понимаешь, что даже вот это огромный остров, льда, а что это еще ничто в сравнении с той глыбой, которая внутри, там, под водой. Не видна, которая человек. Вот так и, собственно, жизнь христианина есть на людях, а есть индивидуальная. Вот. Самая хорошая иллюстрация в этом это жизнь Иисуса Христа. Жизнь Иисуса. Вот. Это, конечно, тема, она очень огромная. Я сейчас в этом видео коротком я не буду там подробно касаться многих там аспектов жизни Спасителя, но вот вкратце, если, да, вкратце. Вот. О молитвенной жизни Иисуса мы мало знаем. Почему? Потому что она проходила вот скрытно, она проходила внутри. Она проходила один на один с Богом, с Отцом. Вот. Но иногда как будто бы какая-то завеса такая приоткрывается. И мы видим, как Иисус молился. Ну, конечно, самое такое трагичное такое, да, вот описание, это когда вот он моление о чаши, мы говорим, да, в Гефсимании там плод у него был, как капли крови написан даже. Вот. Не знаю, это ученые говорят, медики говорят, что такое бывает, но крайне редко. Это в минуты у некоторых людей в минуты наибольшей такой просто эмоциональных потрясений таких бывает, выступает даже кровь. Вот. Но у Иисуса это было просто, ну, страшно, как капли крови, как капли пота просто падала кровь. Вот. Это значит, он молился вот таким образом. И мы знаем, что он с воплем, с криком молился и был услышан за свое написано благоговение. Хотя и сына так же страданиями навык послушанию написано. Вот. И пример Иисуса, его личная молитва, индивидуальная молитва, но также он не пренепрегал и общественной молитвой, общей, коллективной молитвой. Когда ученики спросили его, научи нас молиться, он не стал там отмалчиваться, он сказал вот вот эти тезисы молитвенные, вот эти «Отче наш», мы говорим, да, молитва «Отче наш». Вот, в принципе, все эти тезисы, они, все эти молитвы, эта молитва как вот конспект такой краткий. Кстати, Дэвид Юнгничо об этом очень красиво рассказывает. Это в Южной Корее пастор самой успешной большой церкви. Вот. Он рассказывает как раз об этом тоже. потому что в израильском, в практике Израиля, в практике еврейской все эти уже тезисы, они были уже, но Иисус их собрал воедино. Вот. В такой, одной такой молитве, в таком одном конспекте. Вот. И, конечно, в новозаветном уже формате немного по-другому все это звучит, конечно. в эпоху благодати, в эру благодати до нынешней. Уже мы некоторые вещи по-другому воспринимаем совсем. Но, что есть, то есть. И еще Иисус там, пожалуйста, в сенагогах молился, тоже, значит, пожалуйста, в храме был. То есть, и, конечно же, как и все евреи, Он тоже молился, безусловно, общими молитвами. Вот. Это само собой. Но, когда Он учил о молитве именно, то Он говорил именно о индивидуальной молитве. То есть, личном общении с Богом. Закрыв дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И Отец твои, видящий тайны, воздаст тебе явно. То есть, Он явно как раз, ну, Иисус раскрывал как раз вот эту самую важную тайну. Вот. С Отцом проводить время, который в тайне. И Отец, видящий тайны. Конечно, то, что явно, он тоже, для нас явно, он тоже видит, безусловно. Но, в отличие от нас, людей, Он видит то, что мы не видим. Тайна совершается. Вот. И даже если это не совсем тайна, молитва, она все равно совершается тайна. Один на один. Вот. Поэтому таким ключом, важнейшим к преображению личностному, личной жизни христианина, является молитва. Вот. Об этом тоже будем размышлять. Вот. И у вас есть время, братья, тоже как раз об этом помолиться. Братья, сестры, молитесь. Вот. У кого какие будут тоже по этому поводу мысли, переживания, откровения, пишите, пожалуйста, хорошо. Вот. и если хотите уже планируете чем-то поделиться на соборе в этом направлении о молитве, то тем более напишите мне заранее об этом. Вот. Напишите хотя бы краткие такие вот ваши мысли, конспект, вот, чтобы тоже где-то опубликовать перед началом еще до собора. Вот. И чтобы вместе тоже могли поразмышлять заранее уже об этом с вами вместе. Слава Богу. Вот. И, конечно, тоже будем молиться на соборе, особенно вот накануне, в субботу, уже 17-го, получается, до августа. Вообще планирую провести так вот с братьями, с нашими служителями молитву. Целый день такой просто в молитве побудем. Вот. И у кого какие уже будут перед тем уже откровения, слова, пророчества, языки, там, истолкования языков, то конечно все это тоже будет оглашено. Слава Богу. А вообще отцы древности говорили, если брать вот православную традицию, старую, древнюю, католическую, православную, то отцы древности говорили, что молитва это дыхание души. Они говорили так, дыхание души. Вот. И говорилось, ну, это в том смысле, что как еще Тертулян говорил, что душа по природе своя христианка. То есть в таком смысле, что душа человека, да, она, мы созданы Богом, и без общения с Богом мы не можем просто существовать вообще. мы не можем жить без этого. Вот как для физического тела, вот нам без дыхания сколько мы проживем? Да вообще быстро помрем. Кто-то больше, кто-то меньше, там, да. 5-10 минут. 5-10 минут, да, ну, нам долго не хватит человека, да. Вот так вот. Так что мы не замечаем, да, вот дышим, и Бог нам дал способность эту, пожалуйста. И вот для физического тела дыхание, вот. А для души нашей, для нашего духа, да, нашего невидимого человека, внутреннего человека, это молитва. Она так же необходима, как иначе мы просто задыхаемся, просто задыхаемся, внутренно задыхаемся. Ну, поэтому дышите глубже. Слава Богу. А, Паслова Владимир, может, тоже о молитве что-то скажете? Вот ваше интересное размышление, может, да, вот, как вот у вас вот о молитве, ваше понимание, да? Для меня молитва тоже, конечно, это, прежде всего, общение с Богом, и с общением с Отцом нашим, который сотворил нас, мы, так сказать, пустые, да. неожиданно, но просто, я даже не представляю, без молитвы христианина. Ну, да. это все равно, наверное, что, как в Библии сказано, да, как там, вера без дел мертва, и то же самое, что, если у нас нет живого духа, то тело, оно мертво, да? Да. Ну, тело без духа мертвого, да. То же самое, без молитвы, можно сказать, мертвые. Да, абсолютно, да, согласен, это как дыхание. Я так сейчас, когда, вы говорили, сколько может продержаться, я сразу, я когда-то задерживал дыхание, до пяти минут, мог, до пяти минут, ну, четыре, там, я думаю, есть люди, которые там, десять, пятнадцать минут задерживают дыхание, десять, по-моему, в самом, в котором, тайминги спускаются. А, нориальчики, да? Ага. И все, а дальше уже все, человек просто умирает, физически. И точно так же, если нет молитвы, дух твой умирает, не может дышать, ничем не подкрепляется, все, ты мертв, духовно ты мертв. молитва, я хочу, чтобы в нашей церкви всегда, у нас сейчас практика, вторничные служения, это молитва, есть у нас воскресное служение, которое обязательно, любую погоду, что бы ни случилось, в воскресенье у нас проводится богослужение, это даже не обсуждается. А некоторые служения, там можно, например, спросить, пастор там будет завтра такое служение или нет, там занятия библейские, бывает отменяется, но воскресное служение ни в коем случае не отменяется. Ага. И теперь у нас за практику стало вторничное ночное служение, это как мы называем молитвенное служение, ночное. И тоже уже вошло к правилу, что тоже не обсуждается. Вторник, значит, с 10 часов вы можете всегда найти здесь молитвенников. Вот так вот у нас. То есть это не просто так вот объявили в эту неделю? Да. Это постоянное у нас теперь вошло вот так вот. И теперь сейчас у нас в дальнейшем идет практика на утренней молитве. Корейские церкви, они практикуют, ну, в Южной Корее, они практикуют, у них почти у всех утреннее рассветное молитв существует. Вы были в Корее сами, да? Да, я был, год был. А, и были там на молитве тоже? На молитве тоже был, да. Вот расскажите вкратце, кстати, вот я слышал об этом, но я ни разу не был в Корее просто, но слышал об этом вот. Действительно удивляешься. Там же все люди, так же, как и мы, работают, занимаются, учатся. Корейские вообще трудоголики, я знаю. Они не пропускают именно вот эту рассветную молитву. Рассветная молитва начинается с 5 утра. Ух ты. В 5 часов приходят, проводят это служение, посещают молитвенное служение. И после этого служения уже кто куда, кому на работу, до кого, на учебу они расходятся. И вот так вот каждый день. С 5 утра и до... Ну, с 5 там уже, как бы, знаете, вначале идет короткое слово, там, до сваления, и все, остальное время молитвы. И там уже каждый индивидуально, кто-то 10 минут молится, кто-то час молится, у кого-то время позволяет. Ну, обязательно остается с молитвой. С 5 утра. Каждое утро? С 5 утра, да. Ну, может быть, там какие-то есть чуть позже, уже это опять же ориентируется по времени, чтобы как бы удобно было. Но утром. Здорово. До начала всего трудового дня, скажем так. Первым делом ставится молитв. Мы тоже сейчас у нас в дальнейшем есть в нашей церкви, чтобы начать. Я поэтому сейчас приезжаю каждое утро в 6 часов. Я уже начинаю себя воспитывать, практикую. К этому. Да. Хотя вот сегодня понятенец же выходной, как бы, у служителей. У меня в 6 утра... Здорово. Я в 6 утра проводил трансляцию сегодня с утренней молитвой. Да. Где-то около 40 минут трансляцию проводил. И тоже наши подключаются многие. И так вот верующие с разной церкви тоже подключаются на молитву. Здорово. Иисус тоже ходил рано, на рассвете, молился. Да. Он и ночью молился, конечно. Да. Это такая хорошая возможность у нас, практика. это полезно и не только там для духа, но и для физического. И для тела. Да, да. Слава Богу. Когда начнешь день, так и проведешь. Да. Если ты начинаешь с Богом, какие бы там в этом дне трудности не встречались, тебе просто уже проще будет преодолевать. Аминь. Да, слава Богу. плюс целый день бодрости. Да, да. Физическое упражнение, они полезны тоже, но не на все. Да, вот это на все полезно. духовное упражнение такое, да, молитва. Здорово. Так что, друзья, вот так вот в Корее вообще сильное пробуждение. Но об этом все, наверное, уже слышали, знают. я сам ни разу еще не был в Корее, но много слышал, читал об этом пробуждении. И вот много церквей, огромное количество и в Сеуле, и так вот по Корее. И знаете, один из примеров, который я вот в корейской семинарии как раз это слышал, где сейчас я преподаю, получается, в Киеве, славянское, киевское, сейчас, киевское, славянское и мангельское семинарии называется, как срез, сокращенно. И вот я там с темой истории христианства, истории восточной церкви, а примеров много там услышал таких о Корее, что все там с молитвы начинается на самом деле. И начинается, заканчивается все с молитвы. Вот. И один из примеров успешной церкви, вообще мировых примеров успешной церкви, как раз вот именно это церковь молящаяся. Молящаяся. Слава Богу. Так что то есть, ну, там, где пример успешной церкви, там всегда пример молящейся церкви. И я даже слышал вот вот таких уважаемых таких служителей мировых, вот такие высказывания, как вот Рик Уоррен, допустим, да, в Калифорнии, Рик Уоррен, баптистский, известный проповедник, он, он как раз говорил, что дьявол не может разрушить церковь, да, убить церковь, единственное, что он может, вот как раз способ разрушить церковь, это как раз убив молитвенное служение. Каким образом уничтожает молитвенное служение? Просто вот отвлекает человека суетой, как вот, ну, Иисус говорил, сорняки, такие, да, вот, обольщение богатством, суетой, Вот этим отвлекают человека. И вот, по сути, ликвидировав молитвенное служение, то и церковь погибает тогда. Но даже если они остаются, то они, может, они не исчезают совершенно, конечно же, но только лишь оболочка, видимость как бы остается их. Жизни уже нету. Вот в чем дело. И поэтому выход для церкви, сила возрождения церкви любой, это как раз возобновить молитвенное служение. Вот первоочередное. Это, знаешь, как к доктору приходишь к какому-то, да? Вот первое, что он тебе там, небесно наш доктор пропишет, это возобновить молитвенное служение. Это, не знаю, это универсальное средство. Поэтому вот и в августе как раз на соборе тоже как раз об этом намереваюсь говорить, выделив это в отдельную тему. Вот поэтому и вот видео как раз об этом тоже записываю. Прошу ваших тоже молитв о заборе. Вот. И будем молиться вместе. И порознь об этом как раз. Пусть Господь благословит вас. Аминь. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.